приветствую вас дорогие друзья на моем канале сегодня мы снова готовим блюдо для нового года и по вашим же просьбам и готовим сегодня и шли кюфта значит это блюдо состоит из двух частей и мы его готовим из говядины значит наружная часть должна быть чисто филейная без жира и внутренняя часть можно допускается жиром да если хотите я не люблю жирная поэтому у меня слишком мало жира я значит внутреннюю часть пропускаю один раз через мясорубку а наружную часть пропускают два раза и некоторые хозяюшки любят брать для наружной части мясо кюфта называется да но я это не беру я предпочитаю пропускать два раза через мясорубку и так дорогие друзья продолжаем мясо у меня готово как пропускал через мясорубку я оставила за кадром значит вот так выглядит то что он пропускали два раза это у нас будут стенки да наши и шли кюфты а это так скажем начинка который я пропустила один раз начинаю готовить с начинки да и для этого дела нам сначала нужно потопить масло и растительное масло итак друзья даже ровно масло сливочное смеси с растительным маслом можете взять только сливочное масло но я предпочитаю брать один к одному растапливаю и кидаю сюда мясо так дорогие друзья продолжаем я сюда добавляю мясо и на умеренном огне под закрытой крышкой я буду тушить некоторое время и после этого я добавлю сюда лук который сейчас пойдем мелко-мелко резать лук мы не пропускаем через мясорубку а вот так вручную мелко-мелко можно порубить дорогие друзья хочу показать как на этом этапе выглядит наше мясо оно у нас варится или томится в собственном соку вот так надо время от времени подходить и лопаточкой вот так вот комочки открывать да вот так и еще некоторое время пока вот жидкость они упариться у нас будет мясо готовиться и только после этого я добавляю сюда подготовленный лук таким способом мы готовим значит начинкой она у нас не похожа на начинку как у блинчиков немного она иная дорогие друзья продолжаем пока у нас готовится начинка готовим как бы сказать стенки для нашего блюда и для этого дела нам понадобится мясо кстати говяжье которое я перемолола два раза перекладываю сюда более удобную миску сюда же я кидаю булгур я думаю он уже широко известен и можно найти во всех супермаркетах берите мелкий помол до заправляю солью хватит красным молотым перца конечно можно исключить перец но так будет много краше если придадим чуть-чуть цвет черный перец здесь не нужно класть положим его начинку и для этого делать я одеваю перчаток потому что сейчас я буду очень тщательно здесь перемешивать эту смесь да так скажем очень тщательно будем мешать и взбивать в процессе покажу как это сделаю для чего мы будем долго вот так вот перемешивать и скажем так бить потом для того чтобы потом когда мы будем варить она у нас держалась то есть некоторые говорят почему у нас эти вот стенки не держатся когда мы кладем горячую воду чтобы варить что стенки рушатся а вот почему потому что плохо вот так вот взбивали вот сейчас я вот когда ингредиенты все смешаются я буду еще вот долго бить ее по стенкам как скажем чтобы в процессе варки не держалась у нас это все дело не рушилась вот таким образом дорогие друзья хорошенько нужно вот так вот перемешивать перемешивать от этого зависит качество этих так скажем стенок если они вас не будут плотно так замешаны то процессе варки как я уже сказала будут рушиться и будет очень плохая ситуация вот так вот так долго я напишу там примерно сколько минут это делать когда вот собирается в комок может быть частям вот брать взять удобный тазик да вот так вот ударять вот так по стенкам так эффективнее работа я думаю на этом этапе все понятно и до конца нам нужно еще приготовить нашу начинку дорогие друзья посмотрите здесь испарилась вся влага да я теперь добавляем сюда значенный лук лук естественно опять даст свою влагу и так под закрытой крышкой мы уже будем готовить готовность можно сказать приближаемся посмотрите почти у нас сварилась до влаги нет и самое время поперчить по вкусу посолить смотрите не пересолите потому что мы будем солить еще воду в которой будем варить если любите чтобы у вас все было острое как я сделайте побольше черного перца и красный перец у меня не очень острый такой слабый я его в основном кладу для цвета хорошенько перемешиваю и по желанию кладем сюда грецкие орешки сейчас я но это делать совсем не обязательно хорошо сочетается и вот так хорошенько перемешаю для того чтобы продолжить работу до нужно чтобы наша начинка полностью остыла когда она будет у нас полностью остывшая мы уже будем начинку уже заворачивается в подготовленный подготовленные стенки вот она мне такая крепкая крепкая уже перемешаю еще наверное минуточек 5 под закрытой крышкой доведу до готовности дорогие друзья продолжаем передо мной готовая начинка и готовая наружная часть да значит я забыла сказать но показала это должно выглядеть сюда я забыла сказать что в эту наружную часть добавляем еще воду в процессе того как это будем обминать или тогда можно булгур замочить заранее энным количеством водой я напишу порцию воды сколько надо добавить и значит хорошенько как тесто вот так вот месить месить если вы не уверены в том что хорошо вы это сделали нет одну штуку сделайте отварите в горячей воде если у вас не развалится значит все нормально значит эта порция у меня предполагает 30 штук то есть у меня своя порция вообще на 60 штук рассчитана но поскольку мне сейчас нужно чтобы я быстрее справилась работы я делаю на 30 штук я из того чтобы знать примерно как это получится я вот эту значит часть делю на 30 штук до на глаз вот так вот делим делаем такие вот равномерные шарики значит 30 штук у меня но я вам напишу порцию на 60 штук вы уже определяйтесь сами сколько вам нужно столько не будете готовить но я считаю раз уж заморачиваться столько лучше приготовьте побольше потому что это считается полуфабрикатом и пойти в морозилке хранить как например храните пельмени да и потом можете употреблять сейчас я вот так на глаз делаю посмотрим 30 штук и продолжим я я тут уже в работе и вот так я поделила свои вот эти кружочки сказала чтоб 30 штук но сделала 27 и уже ленись ленюсь сделывать вот беру в руки кружок и вот таким тонким ковришком вот так раскрываю в ладони да рядом у меня лежит миска с водой должна лежать обязательно потому что нужно периодически руки смачивать в воде чтобы было удобно работать вот так вот такую добрую ложку начинки немного вот так вот прижимая прижимая осторожно так вот году начинку и два краешка аккуратно так сближаю и делаю вот такой вот шовчик до делаю шовчик осторожно и после шовчика да даю характерный вид нашим и шлейки уфта вот я пару штук здесь сделала не хочу сказать что это блюдо имеет свой перчатки такие большие и и видеть свой характерный вид посмотрите с чем сравнить я думаю что похожи вот такие на лимончики. С двух сторон должны быть заостренные, как можно заостренные кончики. А вот в середине должна такая выпуклость быть. Если не получится так сделать, можете сделать в форме шара. Вкус от этого не изменится. Просто, как мы привыкли, пленчики с мясом должны быть такого вида. Это должно быть такого вида. То есть, каждое блюдо имеет свой характерный вид. Работаем, руки смачиваем в воде и придаем форму. Вот так наталкиваем с обоих сторон. Даем выпуклость в середине. Красота. Вот так вот. Берем один шарик в руки и открываем вот такой тонкой коврижкой. Вот так, чтобы в ладошки помещалось. Вот так вот. И теперь вот так вот открыли. Нигде не потрескалось. У нас обязательно миска с водой рядом, потому что работаем с водой. Это обязательно. Берем вот такую добрую ложку столовую фарша. фарш у нас уже остыл. Если торопитесь, положите в холодное место, чтобы быстрее он у вас остыл. И вот так вот трамбовая в ладони как бы сажаем фарш. И вот эти вот два края аккуратно сближаем друг на друга. Делаем как бы шовчик. Да? Делаем шовчик, собирая друг на друга. Вот так. Потом придаем характерный этому блюду вид. Характерный вид для этого блюда я сравниваю с лимонами. Чтобы два конца были заостренные, в середине была выпуклость такая. Если не получится делать так, не стесняйтесь, не обижайтесь на себя. Делайте в форме шариков, в форме коврочков. Я делаю именно так. То есть хорошо, если каждое блюдо будет выглядеть так, как оно должно выглядеть. И вот так вот немножко вот так сближаю, заостряю кончики. то же самое с другой стороны. И так делаем со всеми остальными кружочками. Я думаю, здесь все понятно. Все аккуратно, красиво. Вот так. Может быть, сперва у вас не получится. Ничего страшного. нужно руку напить со временем. не отчаивайтесь. И там следующий терпение, спокойствие нужно иметь. И быстро, быстро, быстро работаем. Зато будет очень вкусно. Будете знать, что все слеплено собственными руками, и из каких продуктов все сделано. очень важно. Очень важно. Вот опять-таки я показываю. Открываю. Как бы делаю такой коврюшок, что ли. Да? Такой коврюшок. Вот так. Вода нам поможет. Вот вы почувствуете, насколько тонко, везде, чтобы было ровно. Беру фарш. Да? Чуть-чуть еще. Получается, что на каждый шарик у нас уходит ровно такая столовая ложка. И сближая, вот так вот делаю шовчик. Я вот так привыкла делать. Есть другие хозяйки, которые лепят немножко по-другому, но получается тоже так же. То есть, чья рука как привыкла. Сейчас примерно покажу, как можно еще делать. Может вам будет удобно так. Вот слепляем. Теперь возьму еще один и покажу, как можно еще делать. Опять чуть-чуть смачиваем руки в воде и делаем не ковришек, как я сейчас показывала, а вот так, вот так, как делаем тазик, что ли. Ну, вот так, чтобы углубление, скажем так, делаем. Поднимая, вот углубление делаем и поднимаем эти стенки, вот так вот прижимая, поднимаем эти стенки кверху. Вот так. Как бы ощущая вот этим большим пальцем ровную толщину. Да, ровную толщину. Так, сделали такую чашку. Опять-таки знаем, что можно сюда вот такое количество мяса добавить. Вот еще чуть-чуть и собираем, собираем вот так друг на друга как бы и вот так скручивая, скручивая получаем опять форму лимона. Заостряя вот эти вот два конца. постепенно постепенно приходим к этой форме. Вот еще одна хитрость с моей стороны. Можете один такой оставить шарик на стороне. Если у вас где-нибудь там что-то не хватит, можете оторвать и сразу сделать вот такую починку, так скажем. Вот такой еще есть метод. Смотрите кому как удобно работать. кому как понравится. А вот так вот получается почти одинаково. Вот так заостряем кончики. Вот секрет заостренных кончиков как бы секрет в эту сторону кладем. Дорогие друзья, и теперь пришло время сварить наши ишли кюфта. Вот посмотрите я их только вынула из морозилки. такие они у нас красивые замечательные. И я уже кладу их в кипяток. Вот сколько вам нужно столько и возьмите и отварите. Здесь у меня нет соли, нет ничего. По желанию можете посолить. Хочу сказать, что потом эту воду можете использовать в качестве супа. Очень вкусный суп получается потом. Отварю и покажу. Дорогие друзья, посмотрите сюда, какой у нас в результате получается наваристый бульон. Вот такие у нас получаются ишли кюфта. Они должны не трескаться, сохранять свою изначальную форму. Будем варить в обычной воде минут 30. И вот из этого бульона можно приготовить очень вкусный потрясающий суп. Не выливайте в том случае. о лучшем подпишись. у начинаю. Все, дорогие друзья, моя ишли кюфта готова. Советую вам тоже приготовить и убедиться насколько она вкусная. особенно когда у нас идет полуфабрикатом вообще шикарно когда мы готовили ленимся что-то иной раз приготовить она у нас в холодильнике в морозилке можно приготовить и закончить с этим нудным делом иногда на этом я завершу это видео если оно понравилось подписывайтесь на мой канал делитесь им друзьями и ставьте лайки до новых до новых новогодних встреч